Привет всем! Вторая часть Марнезонского балета, той темы, которую мы затронули еще в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить уже больше не про музыкантов, а про актеров. Ну, поговорку свою я не буду повторять, вы можете ее посмотреть в предыдущем выпуске. Но сейчас, вот спустя 2-3 года, крайне интересно наблюдать последствия вот этой шумихи вокруг всех хакерских атак, которые были в Соединенных Штатах Америки по причине того, что оказывается в России есть специально обученные кибервойска. А в Америке почему-то такие системы везде, и в правительстве, и даже в Пентагоне, которые может взломать элементарный школьник. В этом плане, конечно, хотелось бы порекомендовать большинству детей, взламывающих контакт, угоняющих YouTube-каналы и так далее, ну, вот обратить пристальное внимание в ту сторону, а не сюда, так они, может быть, даже себе какое-то имя заимеют в мировой прессе. Но суть не в этом. Есть такой деятель культуры и искусства американского и общемирового Роб Рейнер. Он актер, режиссер, продюсер, в общем, вы его наверняка видели в некоторых кинокартинах. Лицо примелькавшееся. Не могу сказать, что прям какой-то там топ актер, но довольно известный. И опять-таки вот интересные параллели. Тут сначала НТВ меня снимало для очень короткого сюжета. Это вот позавчера приезжала Russia Today, уже, я так понимаю, сюжет будет побольше про советскую пропаганду в США во время Второй мировой войны. И про то, как актеры, режиссеры, журналисты, сценаристы, они работали над тем, чтобы улучшать имидж Советского Союза для Соединенных Штатов Америки. У меня есть об этом аж четыре выпуска. Если вам интересно, я размещу ссылки вот там внизу. И, естественно, логичный был вопрос, а почему, почему они этим занимались? Ведь США все независимо и так далее. А там доходило до того, что сценарии согласовывались с советским посольством. И, учитывая обстановку и в мире, и у нас в стране, то я абсолютно уверен, что посол Литвинов согласовывал это все с Москвой. И не исключено, что лично Иосиф Виссарионович Сталин видел эти сценарии. И такие фильмы, как Mission to Moscow, The Northern Star, Days of Glory и все такое прочее, которые прославляли советскую систему. Особенно The Northern Star. Северная звезда – это просто огонь. Это мюзикл об украинском колхозе. Ну, в общем, об этом все уже сказано в специальных выпусках. Так вот, они работали, в принципе, все эти деятели Голливуда на американское правительство, по сути. И сейчас речь уже об обратной ситуации, когда Роб Рейнер организовал, ну, не он организовал, как бы он его возглавил, некий там фонд комиссии и прочее, как хотите его называйте, направленную на то, чтобы доносить до американцев правду о том, как агрессивно ведет себя Россия на территории Соединенных Штатов Америки. И вдвойне прикольно прочитать его интервью, которое он дал для телеканала Fox. Fox – это такой американский ватный, значит, канал тем, кто расстраивается от произношения слова «ватник» и прочее. Я запилю отдельные видосы в рубрике «Перецблог», потому что меня вот эти обиженные комплексы, честно говоря, умиляют. И вот этот телеканал Fox News, он задает вопрос Робу Рейнеру по поводу определенных формулировок. А что это за формулировки? Дело в том, что Рейнер попросил актера Фримена, небезызвестного, записать ролик. И этот ролик я вам сейчас покажу. Он не в ближайшей свежести, но тем не менее. Перевод, опять-таки, ну вот, как смог, так сделал. На нас напали. Мы ведем войну. Представьте такой киносценарий. Бывший агент КГБ, разгневанный распадом своей родины, планирует месть. Пользуясь возникшим хаосом, он делает карьеру. В постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и нацеливается на своего заклятого врага Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ, он тайно использует кибервойска, чтобы атаковать демократические режимы по всему миру. Он использует соцсети для распространения пропаганды и ложной информации. Он убеждает людей в демократических обществах не верить СМИ, политикам и даже соседям. И у него получается. Этот шпион Владимир Путин. И это не киносценарий. Наш президент должен поговорить с нами на чистоту и сказать нам правду. Нам нужно, чтобы он сел за стол в овальном кабинете и сказал. Дорогие американцы, во время последних выборов нас атаковало российское правительство. Я призвал Конгресс и спецслужбы использовать все возможные ресурсы, чтобы провести тщательное расследование, чтобы разобраться, как именно это случилось. Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. 241 год наша демократия была для всего мира примерным источником вдохновения. И у нас есть долг перед отважными людьми, которые боролись и погибали, защищая нашу великую страну и спасая демократию ради будущих поколений. Мы обязаны продолжить их дело. Присоединяйтесь к Комитету по расследованию России, присоединяйтесь к нашей борьбе. На что я хочу обратить ваше внимание? На самую вообще вводку. На нас напали, мы ведем войну. И дальше идет развитие этого тезиса про агрессивную страну, Россию. На самом деле, если не вдаваться в подробности, складывается ощущение, что действительно США ведет войну. И ведущий телеканала Fox News задает Рейнеру вопрос. Вас не смущает то, что вы заявляете о том, что на нас напали, мы ведем войну. И Рейнер ему отвечает, что это же очевидно из контекста, что речь идет о кибервойне. Но это, понимаете, та самая серая полуправда. Помните у Геббельса? Белая, серая, черная. То есть, да, но как бы это подразумевается. Но волшебное искусство манипуляции человеческим сознанием. И удивительно, что Fox News, который однозначно за то, чтобы в США был мощный ядерный потенциал, и они, значит, бодались, точнее не бодались, а диктовали свои условия всему миру, и в частности этой поганой Раши, в данном случае выступает как бы на стороне Дональда Трампа, как бы на стороне того президента, которого как бы благодаря России американцы избрали. И, опять-таки, ну вот, по идее, раз мы его поддерживали, этого Дональда Трампа, то есть, нам должны какие-то ништяки перепасть, то, что в американском, в английском языке называется perks. Но у нас этих perks нету, да, Крым по-прежнему не признан, санкции не сняты, и т.д. и т.п. И Трамп, в общем-то, оказался не наш, можете себе такое представить. Почему Рейнер выбрал именно Фримана? Потому что, и он об этом открыто заявляет, опять-таки, уже в другом своем интервью, Фриман обладает, ну, харизмой, был бы странный, если бы актер ее не обладал, и он, у него действительно очень проникновенный такой голос, и он играл бога, да. Помните фильм с, господи, вот башка-то дырявая, ну, вы понимаете, с Зимом Керри, Семен Семенович, да, то есть, трудно быть богом, это только у Стругацких, тут богом быть очень несложно, да, его вполне достаточно сыграть в кинокартине, и это был, ну, опять-таки, в принципе, и определенный режиссерский ход, да, сделать бога черным. Я не думаю, что это была дань политкорректности, я думаю, что это именно было, ну, вот... В кино ведь очень важно как-то удивить зрителя, да, то есть, подвести его к какому-то неожиданному появлению чего бы то ни было. Вот, я думаю, что здесь это именно из этих соображений было сделано. Хотя, конечно, может, и политкорректность сыграла свою роль, собственно, не суть важна. А важно то, что у Фримана есть некий кредит доверия американского общества, в частности, через его образ в фильмах. И поэтому Рейнер, собственно, его и выбрал, и действительно, Фриман прочитал такую, как вы видели, проникновенную речь, которая должна, как бы, проникнуть в самые сердца американской аудитории. А дальше больше. Дальше уже была целая такая сборная солянка, где выступили актеры, ну, вот прямо один особенно меня очень сильно расстроил. Это, конечно, Роберт Де Ниро. Де Ниро – это прямо ван Лав, да, один из самых моих любимых. Там, фильмы с его участием, которые меня, ну, не то, что потрясли, но которые меня действительно очень сильно поразили, можно перечислять. Особенно, конечно, рекомендую вам фильм «Схватка». Это вообще, в принципе, классика жанра, как по части гениального сценария, да, со всеми, вот прямо вот со всеми прописанными канонами сценарного мастерства. Так, гениальная игра актеров, режиссура. Ну, в общем, это такой вот сам настоящий экшен во всем остальном. Ну, и так далее, да. Я не буду перечислять фильмографию Роберта Де Ниро, я думаю, вы все ее прекрасно знаете. Кстати, он даже играл один раз в фильме вот этих, там, как там, про оленя, да, 70-х годов картина, где поселение, вообще-то, ну, русских, или там по одной из таких версий, есть намеки, что это русско-украинские эмигранты, да, которые потом пошли, отправились воевать во Вьетнам за свободу и демократию в Соединенных Штатах Америки. Совершенно потрясающий фильм, рекомендую вам его посмотреть. Вот Де Ниро, затем Мартин Шин, затем Лоренс Фишборн, которого большинство этого знает по «Матрице», безусловно. Ну, и там еще ряд других персонажей. Стивен Кинг, писатель, например. Я, кстати, никогда не интересовался, как он выглядит, наконец увидел. Ну, и еще ряд, как бы, других деятелей. Они записали ролик, где, вот, опять-таки, вот весь этот мотив проигрывается. Очень интересно наблюдать, как, ну, поскольку у них там телесуфлер перед глазами, вот прямо видно, как там Де Ниро читает этот телесуфлер и так далее. Ну, в общем, сейчас вы его увидите. Опять-таки, я прошу прощения за перевод, он не всегда точный, но суть от этого не меняется. В 2016 году российские власти атаковали нашу демократию. Они широко и систематично вмешивались в наши президентские выборы. Они взламывали электронную почту, распространяли ложь по социальным сетям. Все в рамках огромной скрытной операции с целью помочь Дональду Трампу стать президентом. В мае 2017 года Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность специального прокурора, чтобы он расследовал связи между Россией и предвыборным штабом Трампа. 22 марта он представил свой доклад, и он содержит самую ужасную информацию, когда-либо собранную против действующего президента США. Тем не менее, практически никто его не читал. И даже до того, когда клад был опубликован, генпрокурор Трампа Уильям Барр врал про его содержание. Он сказал американцам, что президент не сделал ничего плохого, и Трамп с радостью повторял эту пропаганду. Полная реабилитация, полное оправдание, никакого сговора, никакого препятствия правосудию, ничего. Это откровенная ложь. Мюллер нашел достаточно доказательств сговора. Избирательный штаб Трампа знал про незаконную атаку России на наши выборы. Они приветствовали и поощряли эту помощь. Это сговор. И недавно, сидя в овальном кабинете, Дональд Трамп признался в этом сговоре. Фактически он признался, что на будущих выборах он бы снова нарушил закон. Я... Нет, ничего плохого в том, чтобы слушать. Я... Я бы хотел бы послушать. Вы хотели бы такого рода вмешательства в наши выборы. Это не вмешательство. У них есть информация, я бы ее взял. Но мы это знали. Вот несколько конкретных примеров из доклада Мюллера. Первое. Весной 2016-го русский оперативник сказал советнику Трампа, что у российского правительства есть компромат на Хиллари Клинтон в форме тысяч электронных писем. Затем советник организовал встречу между представителями предвыборного штаба и российского правительства. Это сговор. Второе. В июне 2016-го Дональд Трамп Мллл получил электронное письмо, предлагающее компромат на Хиллари Клинтон в качестве поддержки для его отца от лица российского правительства. Дон Джуниор ответил в течение минуты, что если это то, что вы говорите, то я обожаю это, особенно позже летом. Спустя четыре дня, 9 июня 2016-го, он провел встречу в башне Трампа вместе с русской юристкой, имеющей связи с Путином, председателем предвыборного штата Полом Манафортом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Третье. 22 июля 2016-го года Викиликс при сотрудничестве с Россией выпустил тысячи электронных писем, которые были украдены у Национального комитета Демократической партии. Трамп знал, что Россия стояла за атакой, его сотрудники подготовили стратегию, чтобы воспользоваться будущими публикациями. Несколько дней спустя на своей пресс-конференции Трамп сказал, «Россия, если ты слышишь, я надеюсь, что ты сможешь найти где 30 тысяч писем, которые отсутствуют». В тот же день русские предприняли первую попытку взломать личные почтовые серверы Хилари Клинтон. Это сговор. Понятно, что Россия помогала Трампу, но также понятно, что предвыборная кампания Трампа помогала России. Когда Трампу проводили первый брифинг с представителями разведки, ФБР предупреждало его, что русские пытаются проникнуть в его штаб и убеждали его докладывать о любых подозрительных действиях. Доложил ли он? Нет. Он проигнорировал предупреждения и продолжал сотрудничать с Россией. В преддверии выборов Дональд Трамп младший неоднократно общался с Вики Ликс, а союзник Трампа Роджер Стоун поддерживал постоянный контакт с хакером из российской военной разведки, который передал ему модель явки для всей предвыборной кампании Клинтон. Это сговор. Пятое. 2 августа 2016 года руководители предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и Рик Гейтс встретились с российским агентом в одном из сигарных баров Нью-Йорка. Это была одна из многих встреч, где они разглашали внутреннюю информацию штаба по прогнозам явки их предвыборной стратегии, в частности нацеливания на штаты Среднего Запада. Давайте я повторю. Руководитель предвыборного штаба Трампа делился предвыборной стратегией Трампа с Россией. Это определение слова «сговор». У предвыборного штаба Трампа было более 200 контактов с российскими оперативниками. Давайте я повторю. Более 200 контактов с российскими оперативниками. Его штаб никогда не сообщал об этом. Вместо этого Трамп пытался все скрыть от следствия и американского общества. Проще говоря, Трамп примкнул к враждебной державе против Соединенных Штатов. Он сговорился с Россией и скомпрометировал нашу демократию. Все это есть в отчете, пожалуйста, почитайте его сами. А потом требуйте, чтобы Трамп и сотрудники его штаба и администрации предстали перед Конгрессом и дали бы публичные показания под присягой, чтобы Трампа можно было бы привлечь к ответственности. Дональд Трамп, если ты слышишь от имени американского народа, мы привлечем тебя к ответственности. Потому что никто, 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 даже президент США не стоит над законом. Ну, что сказать? Сказать особо нечего, на самом деле. Особенно в связи с прошедшим временем, как я уже сказал. Сказал-сказал, прошу прощения. То есть, вот эта выгода, которая должна была быть России от избрания Трампа, она вдруг куда-то растворилась. То есть, не случайно в свое время мы записали, сняли этот прекрасный клип, ковер-версию на песню Try исполнительницы Pink, которую я очень сильно люблю, которую мы переделывали в Трамп. И действительно, как правильно выразился герой Чипига, которого играл Игорь Яковлев, ты всех нас предал. Трамп всех нас предал, но что-то как-то я не уверен, что он когда-то должен был играть на нашей стороне. Но вот американской публике все это именно так и поддавалось и продолжает поддаваться до сих пор. И, ну вот, очередной раз не расслабляйтесь. То есть, актеры действительно гениальные. И Том Хэнкс гениальный актер, он тем не менее сыграл в фильме «Война Чарли Уилсона», где, вот, я не люблю это слово, но здесь другого не употребишь, оклеветал Советский Союз. И, в частности, советские войска, которые воевали в Афганистане посредством своего главного героя. У меня тоже есть об этом выпуск про этот замечательный фильм «Война Чарли Уилсона». И вот, ну вот, сидите на попе ровно и знайте свое место. Потому что, что бы тут ни происходило в России, какие бы болтыхания ни совершались, а там, за бугром, там проповедуется своя история. Другое дело, что я хочу это подчеркнуть очередной раз. Большинству американцев на самом деле на бытовом уровне глубоко плевать. Россию и прочее, их интересуют совершенно другие вещи, особенно сейчас, в эту пандемию, которая коснулась нас всех. Но, тем не менее, курочка по зернышку, да, и вот надо периодически, периодически вдалбливать. Вдалбливать американской аудитории, что Россия все-таки враг. Все-таки враг, и как-то вот, ну, не надо смотреть на этот вопрос по-другому. Вот это то, что я хотел вам сказать и показать в этом выпуске. Соответственно, спасибо за внимание. Оставляйте ваши комментарии вот там. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok